Дорогие друзья, нам осталось где-то чуть больше двух недель до того, как Европейский Центробанк проведет очередной, второй по счету, аукцион по предоставлению трехлетней недолгосрочной ликвидности под весьма низкий процент. Последние два месяца S&P вырос порядка 150 пунктов, что состоит порядка 10 процентов. Это вполне достаточно для годового прироста. И главным фактором был как раз этот аукцион. То, что любая проблема, которая в принципе может возникнуть, она будет разрешена, что позволяло инвесторам перестать осторожничать и направлять свои активы в самые рискованные регионы земли и самые рискованные финансовые инструменты. Сейчас этот фактор через две недели может закончиться. Будет ли это означать то, что мы должны вернуться к прежней точке или в состоянии уже на набранной скорости удержать достигнутые высоты. Это покажет в дальнейшем, но сейчас уже наиболее дальновидные, более осторожные инвесторы, они начинают потихоньку уменьшать позиции, фиксировать прибыль. И это приводит к тому, что на графике стали появляться первые коррекции. В пятницу мы увидели наиболее сильное снижение за весь текущий год. Соответственно, дальше, если уже одни видят, что начинают фиксироваться, начинают фиксироваться все остальные. То есть этот процесс пойдет сейчас по нарастающей. И мы будем в виде достаточно рваного ценообразования, которое, тем не менее, является разновидностью восходящего тренда. По-прежнему, у нас идея о том, что надо зафиксироваться не обусловлено ни макроэкономикой, ни какими-то ее показателями. По-прежнему, в этом отношении все нормально происходит. Это чисто психологическая причина. Тем не менее, она будет воздействовать на решения игроков, что будет при достаточно таком хаотическом поведении. Можно порекомендовать на этой неделе покупать на падениях и продавать всегда, когда произойдет резкий рывок вверх. Это достаточно простая стратегия для выполнения, тем не менее, вот в данной ситуации мне кажется наиболее адекватной. Спасибо за внимание.